Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Дорогие друзья, сегодня видео про химеры. Хотела сделать короткое видео, потому что кто-то из подписчиков такие вопросы задал. Что такое цветок-призрак, что такое неустойчивая химера. Вот об этом я хочу сегодня коротко вам рассказать. Может кому-то это видео тоже будет интересно. Цветок-призрак или неустойчивая химера чаще всего относится к сортам химер, которые очень быстро уходят в спорт. Вот, например, вот такой прекрасный сорт, который всем нравится. Это АВ Ленинградское мороженое. Я тоже люблю этот сорт, поэтому постоянно его выращиваю из цветоносов. Прошлой осенью у меня все розетки этого сорта ушли в спорт. И я думала, что если укорененные цветоносы не дадут сортовых растений, то я, наверное, больше не буду бороться за красоту. Но получилось так, что вот эта розеточка зацвела сортом. Две до этого зацвели спортом. Вот, ну и еще неустойчивая химера в моей коллекции это сорт АВ Психоделика. Вот уже конкретно уходит в спорт. Вот, сорт должен быть, вот я вывела вам на экран, вот с такими зелеными химерными полосами от центра к краю лепестка. Вот у меня еще есть розетка этого сорта, но она уже тоже уходит в спорт. Вот здесь цветочки видно, что они вот с такой химерной полосой. То есть цветок-то мне очень нравится, нравятся вот эти переходы цвета. Но вот на этом цветочке, вот смотрите, уже нет зеленых химерных полос. То есть вот эти цветоносы уже тоже без зеленых полос. Розовые полоски есть по краю лепестка, а вот этой красивой зелени ее просто нет. Ну и это еще химера подашка. Вот смотрите, сегодня я цветочки специально не убрала. Вот так она цветает. Ну и минус этого сорта, смотрите, какая разваленная розетка. Несмотря на то, что лето, световой день большой, все розетки других сортов уже укомпактились. А вот эта вот такая вот и стоит. Огромные цветоносы, огромные черенки у листов. В общем, у меня этот сорт под вопросом, оставлю ли я его в коллекции. С одной стороны, мне вроде как и вот такое цветение нравится. Я бы не сказала, что она некрасивая. Вот камера не особо передает. Розовый здесь такой и не светлый, и не яркий. А вот на камере он просто бледный. А так он немножко поярче. Смотрится-то она даже хорошо и в спорте. Но как-то вот эти вот все длинные черенки, длинные цветоносы, ну как-то вот все дело портят. Не знаю, насчет этого сорта я еще подумаю, будет он или нет. Ну а мороженое-то, конечно, мне бы хотелось, чтобы осталось. А вы ленинградское мороженое. Очень нежный сорт, очень красивый. Еще минус этого сорта. Но я не считаю, что этот минус такой большой, что на каждом цветоносе всего только два цветочка. Вот здесь вот один цветочек расцвел и вот бутончик. И также на этом цветоносе один цветок и один бутончик. Прошлый год мне покупатель написала, как же так, так мало цветов. Но они, девочки, большие. Вот если взять, например, зубочистку, то вот смотрите, первый цветок практически уже размером с нее. Это первое цветение. Потом они будут еще немножко больше, миллиметриков на 5. Так что для кого-то это критично, что мало цветочков на цветоносе. Для меня нет. Ну еще хочу поделиться с вами такой ситуацией очень интересной. Наконец-то у меня расцвел по сорту, сорт Лонестарт Вилледж. Вот я вывела вам на экран, как у меня расцвел он несколько лет назад. Я его купила деткой. Вот смотрите, одна часть фиалочки цветет сортом, вторая часть химерным спортом. И потом вот вторая фотография. Это уже он цвел у меня так много лет. Полностью ушел в спорт. Прошлой осенью я укоренила два цветоноса. Выросло два пасынка. Один пасынок у меня забрали. И в общем у меня второй зацвел вот так. Зацвел полностью сортом. Ни одного спортивного цветочка. И я даже как-то рада, потому что я очень хотела этот сорт. Пестролистная небольшая розетка. Очень красивые цветы анюточки. Вот такие вот чудеса бывают. Никогда бы не поверила, что из фиалки, которой ахимера, может быть вот такое растение. Настоящий сорт. Я думала, что она уйдет в синий спорт. Будут просто синие цветы. Но нет. Вот один цветонос вот так порадовал. И сорта очень устойчивые. Вот мне очень нравится ДС Пинка сорт. Очень красивый. Выращен из цветоноса тоже. Этот сорт у меня недавно в коллекции. Розетки у меня не так много цвели. Но вот сколько времени цветут, у меня еще спортов от него не было. Все время цветет сортом. И материнское растение без проблем. И вот укорененный цветонос тоже дал вот такой красивый сорт. Еще вот этот сорт мне тоже очень нравится. Оно примерно два года и уходит в спорт. Это Мальтийский орден Мещеряковой. Но я бы не сказала, что он такой проблемный, как а вы ленинградское мороженое. Но вот два года и заспортил. Прошлый год розетка уходила в спорт, и я оставила цветоносы. И вот тоже по весне розетка выросла, начала уже закладывать бутончики. Вот сейчас начало июня, и вот так вот красиво зацветает. То есть когда вы приобретаете химеру, смотрите на репутацию красивой вашей барышни. Потому что может быть она или химера призрак, что она вот сегодня расцвела сортом, завтра спортом. Или вот такая вот неустойчивая форма расцветки, что нужно постоянно-постоянно ее обновлять. Поэтому вот кто у меня заказывает вот такие химеры, вот в прошлый раз отослала посылочку. Вот с таким сортом, а вы ленинградское мороженое, я не удаляла пасынки. Там один цветок распущенный был и пасынки. То есть я напишу покупателю, чтобы если она хочет, то укоренила эти пасынки на всякий случай. Потому что один цветок может зацвести сортом, следующие бутончики, они могут раскрыться, быть спортовыми. Очень быстро уходит спорт. Не знаю, как у других, но у меня вот такое произошло. Так что вот, дорогие друзья, есть химеры устойчивые, есть неустойчивые. Поэтому покупая, узнавайте, какая у вас химера, чтобы вы могли укоренить цветоносы или укоренить пасынки, чтобы не потерять ваш любимый сорт. На сегодня все. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо, что заходили ко мне на Островок. Всем пока-пока.